Время подводить итоги года и говорить о планах. Конференции органов территориального общественного самоуправления помогают еще и оценивать работу советов микрорайона. Глава городского поселения приветствует собравшихся в зале и отмечает главное и конкретно дегазификацию в пятом микрорайоне. За этот год много сделано и дегазификация происходит в вашем микрорайоне. И вы грант осуществили и закончили. У вас хорошая команда, я знаю, вы всегда отвлекаетесь и делаете максимально и в выборных кампаниях, и во всех наших массовых мероприятиях. И хочется вам за это сказать огромное слово благодарности лично вам и вашему всему коллективу. Ирина Ремесленникова возглавляет пятый микрорайон. В него входит южная часть города, отсюда и название «Южный». В составе также микрорайон «Предгорье» и хутор «Заря мира». В докладе председателя самое важное. И в первых минутах забота о пожилых гражданах, ветеранах боевых действий, тружениках тыла. Минуты молчания почтили память героев микрорайона. Пятеро – погибленное СВО. Помощь по хозяйству, внимание и поздравления с праздниками – это лишь часть работы, которую выполняют квартальные и домкомы. Ежегодные дни добрых соседей и воспитание молодежи. Эта категория жителей тоже охвачена вниманием ТОС. Праздники нужны жителям. Они помогают стать ближе друг к другу, наладить хорошие отношения между соседями. И мы благодарны артистам за положительный заряд незабываемых эмоций. В текущем году, а он еще не закончился, на прием к председателю микрорайона и председателям квартальных комитетов пришли 1870 жителей. Выдано 150 характеристик, рассмотрено с выходом на место, 17 жалоб. Выдано больше тысячи подтверждающих справок с места жительства и о составе семьи. Это тоже работа органов ТОС, как и контроль за санитарным состоянием. Благодаря активности и активу благоустраиваются общественные места. Яркий пример – проект «Хутор» моей мечты, победивший в конкурсе президентских грантов. В 2023 году мы реализовали пятый социальный проект, поддержанный грантом. Во время реализации проектов у жителей укрепляется гражданское самосознание, которое приводит к преодолению иждивенческого настроения. Проект объединил жителей 37-го квартала, а новая спортивная игровая площадка в «Хуторе Заря Мира» стала любимым местом детей и взрослых. Ирина Ремесленникова ежегодно докладывает обо всех направлениях работы Совета микрорайона и многие акции и мероприятия совместные. С привлечением Центра молодежи портал, работников культурного центра, при поддержке депутатов. Молодежь и опытные жители строят общие планы, которые направлены на развитие микрорайона. Работа «Автос» строилась на крепком союзе опытных и молодых общественников. Эта форма работы показала хорошие результаты. И для привлечения молодых кадров мы создаем молодежные группы как портальных, так и в советах многоквартирных домов. Дмитрий Антонов отчитался о работе депутатов, участии и помощи жителям. В его речи были еще и пожелания. Видно, что диалог власти и общественников налажен. Одно из самых великих предназначений человечества, на мой взгляд, это дарить радость и творить добро людям, невзирая на ранги и социальный статус. Хотелось бы выразить надежду и призвать общественность микрорайона номер 5 Южный к еще более плотной и плодотворной работе с подрастающим поколением. Я об этом уже неоднократно говорил. Не бойтесь привлекать молодых ребят к общественной работе, участвовать в различных совещаниях, оказывать услуги социальных грантов, социальной направленности. Ну и, соответственно, передавать свой богатый опыт и не бояться учиться самому. Тем самым только укрепляя эту невидимую связь по улучшению жизнедеятельности нашего любимого города. Депутаты советов района и города, администрация и органы ТОС все работают над общими задачами, которые направлены на благополучие жителей. Я с пятым районом довольно тесно связан еще и по выборам, в том числе. Да и так, до устаточного количества мероприятий провожу. Всегда приятно с вами работать. Чем дальше территория центра, тем люди сплоченнее, тем людям интереснее работать на своих каких-то прилегающих территориях, создавать совместно общественные территории, делать совместные общественные дела, дружнее люди. Пять грантов, которые получил микрорайон в конкурсах и губернатора Кубани, и президента. Это не просто так, просто так такие вещи не даются. И эти проекты, они реализованы, эти проекты, они подарены людям. Появились и площадки спортивные, и молодежный квартальный комитет был создан. О совместной работе с общественниками доложил участковый и полномоченный. О работах по благоустройству, информации от управления муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений совместно с отделом ЖКХ. Общественникам также довели информацию о мерах антитеррористической защищенности при проведении новогодних и рождественских праздников, требованиях пожарной безопасности в быту и при праздновании, и об использовании отопительных приборов. Оценку ТОС и его председатель получили удовлетворительную. По итогу года активные общественники и Ирина Ремесленникова отмечены почетными грамотами за подписью главы городского поселения. Отличная работа и оценивается высоко, а жители видят результат.